привет друзья сегодня я хочу вам показать процесс установки garuda дистрибутива garuda единственное что я сейчас это запущена живая флешка собственно говоря эта версия называется wave fire и я вижу что эта версия собственно это если помните раньше был была такая штука называлась комп из в линуксе и комп из это были как раз эффекты рабочего стола и там вот такой огонь можно было сделать вот плавающие окошки и здесь это все по умолчанию включено как раз так в принципе как я люблю поэтому я решил что надо попробовать поставить этот дистрибутив на настольник и есть удобные функции вот здесь вот можно сделать окошко на четверть можно наполовину сразу же можно на весь рабочий стол нужно вот так вот в общем достаточно удобно вот эти все эффекты можно настраивать их можно выключить если они вам не нужны нет не тут а вот здесь вот в общем мне понравилось что по умолчанию настроена примерно так как я когда-то очень давно настраивал fedora когда еще пользовался fedora поэтому я решил что этот дистрибутив стоит попробовать еще здесь есть прикольная тема что когда у вас нужно открыть какое то кошка или даже два и вот когда у вас какой-то окна открыто то если вот сюда влево вверх сдвинуть то как в гноме то есть список окон то есть если будет какие-то более крупные окна то вот так вот таким жестом влево-вверх можно эти все окна увидеть перед вами но это немножко не ясно дай с того что я сейчас делаю но если открыть как это более крупное окно вот например такое да и она будет а вот сальдом не перетаскивается первый минус нашел но в принципе это можно строить вот то есть малость медленно я бы сделал я бы оставил этот эффект на сделал бы его прям ну не знаю в 10 или в 20 раз быстрее но в целом вот как-то так вот и на это да возможно перебор с эффектами но вот эта штука со стыкующимися окнами мне нравится ладно хватит уже болтать и давайте запустим же установщик и попробуем установить посмотрим сколько это займет по времени так собственно где у нас установщик я его просто закрыл инста инста инстал вот наверное вот это да или нет ну попробуем он по-моему здесь даже был где-то только какой какая из этих иконок так ну наверно в garuda волкам там была ссылка собственно я просто вот она точно есть она здесь стал garuda linux очень интересно нашли первый глюк я же только что как-то открывал установщик калка ламаре здесь установщик давайте просто калу вот garuda settings или сетап нет это как раз таки странная странная фигня почему не запускается установщик хотя только что закрыл вы видели в начале видео у меня был открыт установщик я его закрыл так а что здесь у нас показано это файл менеджер а это просто это просто ярлыки быстрого запуска дополнительный то есть здесь есть меню системная ночь приятная тема такая стандартная немножко перебор с эффектами но зато здесь вот есть также свободное место тоже здорово так ну ладно это поиск ага клёво инсталл очень странно работает к ламаре с инсталл вот так вот на ничего не происходит печаль к ведь еще раз запустим этого странного ассистента а это другой другая проба сколько ребята из из дистрибутива по на делали приложу но самая главная функция глючит интересно поможет ли релагин да о какой интересная кнопка выхода для санкзерных кранов наверно было бы удобно давайте пробуем выйти и зайти просто заново так garuda я думаю что пароль garuda я не уверен в этом сейчас мы узнаем я думаю что скорее всего прав так я хотел быстрое видео по установке но о отлично установки сразу запускается после входа в систему до проблемы с жестким диском это правда сейчас мы чуть-чуть подождем пока появится остальной интерфейс или или это режим нету должен появиться в любом случае мы ждем пока установщик анализирует харды у меня в этом компе сейчас подключено мы четыре лишь по моему четыре харда и плюс еще нвм ешка так а вот прогрузилась какое-то время достаточно длительное требует но будем надеяться что это из-за того что с флешки они с нвм ешки так я нахожусь в осло клавиатура у нас дефолт english с пойдет так вот здесь вот важно рс диск на у слов и вот здесь важно выбрать правильный диск у меня терабайтный samsung вот нвм ешка вот его я готов полностью под эту штуку выделить и пусть он полностью стирает собственно рс диск samsung далее так у меня здесь с будет имя здесь будет имя компа mainframe пароль будет вот какой вот и соответственно автоматически входить от такой же пароль для админа подтвердить установить это все шаги нужны для установки сейчас смотрим сколько времени займет установка с достаточно быстрой флешки это sandisk extreme pro но старенькая она уже правда ей где-то лет наверное пять но она по-прежнему достаточно шустро и соответственно с флешки мы устанавливаем на nvm е который должен быть быстрее поэтому в теории процесс установки должен занять минуты четыре я думаю то есть мы тогда уложимся до окончания установки в 10 минут и где-то на 10 минуте произойдет у нас перезагрузка и мы посмотрим с какой скоростью загружается комп с nvm е я не буду останавливать запись вы можете меня еще спросить почему я пишу с экрана не захватом экрана через специальные дима и адаптер и на внешний комп я вам отвечу что я на самом деле но я во первых хотел вам показать что это реальная установка что это реальный комп как бы да вот а во вторых я просто на самом деле ленивый и не пошел за этим внешним девайсом потому что он требует найти кабель hdmi найти сам девайс найти кабель для внешнего питания найти кабель usb поставить ко второе устройство которое будет писать всю эту историю прилетела бабочка вот я очень поленился и не сделал этого поэтому я пишу с экрана вот таким вот костыльным способом просто записывая на телефон но уж простите надеюсь качество видео будет не настолько унылым как и качество звука если она будет унылым то напишите в комментариях о том что она унылая и я постараюсь сделать новое видео установки где я озабочусь с тем чтобы нормально взять нормально внешнее устройство hdmi на и захватить картинку с экрана вообще вам скажу что мои вот эти hdmi захватывалки они не идеальные я купил их с алиэкспресса такие из недорогих каких-то вроде адекватных вариантов но основной их минус они конечно достаточно большую задержку имеют то есть понятно что это не важно для видеозаписи да потому что вы можете записать потом эта задержка не будет иметь смысла но тем не менее когда что-то делаешь через это устройство то есть задержка приличная например на ком-то девайсе без монитора да и захватываешь это на ноутбук в куда включен включена плата захвата hdmi поэтому если вы хотите от меня качественные видео захваченные с экрана через hdmi я буду очень рад если вы задонатите мне на профессиональный девайс который в принципе не так уж дорого стоит я думаю что это что-то в пределах 200 300 долларов если брать какой-то достаточно банальный геймерский вариант такого девайса кстати я замечу что за это время что мы сейчас с вами с вами болтаем за время установки которая началась точнее дистрибутив весит около 30 гигов то есть вот сейчас вы видели с момента запуска как я запустил установку сейчас скопировалось 30 гигов и сейчас видите статус конфигурию конфигурирует и hardware что собственно говорит о том что установка уже завершена все скопировано с этим хардворк логин столбут лодер собственно сейчас установка закончится и как я в принципе был прав мы уложились в 10 минут даже возможно на 10 минуте комп уже перезагрузится и может быть даже уже запустится если установщик конечно соизволит закончить свои последующие шаги которые вот эти миски лениус полстен стал конфигурация все-таки все такое прочее и наконец-таки выведет мне окно что я могу перезагрузиться и достать флешку что я незамедлительно сделаю ага перезагрузиться сейчас готова поехали перезагрузка прошла флешку я достал продемонстрирую вам что вот она свежая достатая флешка как я вам и говорил sandisk sandisk extreme но она уже старенькая уже поюзанная но работает достаточно неплохо вот у меня на самом деле хоть и вроде неплохая материнка но она медленно задумчиво прогружается поэтому в 10 минут мы не уложимся но мы уже увидели вот 10 минут ровно примерно 10 минут точнее 10 минут и секунда может быть началась загрузка посмотрим сколько секунд за ним все 10 секунд занимает до экрана входа в систему сейчас я ввожу пароль нажимаю enter вот три 4 5 6 7 8 9 10 так добро пожаловать вы хотите ну допустим ассистент установки ну давайте давайте да не честь у меня проблемные знаю но в общем получается 10 минутное видео такое и мы уже сделали установку на нвм ешку и уже загрузили систему единственное что вот этот вот странный странная тема что вот этот интерфейс он как тратится какое-то время на его открытие вот такой полноценный так интернет-подключение действительно нету кстати я же не воткнул интернет-кабель негодяй я такой и он наверно слишком короткий до чтобы воткнуть я сейчас постараюсь сделать да я думаю что я смогу попробуем ну вроде как интернет должен появиться в системе не знаю попробовать снова да попробую снова вот этот мастер начальной установке он здесь классный потому что обновить систему но он предлагает сразу обновить систему поставить всякие нужны проги но в общем оно достаточно удобный так до запускает сейчас он обновит нам в общем посмотрим не только сколько занимает установка системы но и посмотрим сколько занимает обновление системы до актуального состояния заодно в этом же видео 156 мегабайт не очень много обновлений и вместе с обновлениями давайте установить одно приложение я не знаю браузер brave например давайте установим так пока она это делает мы можем в принципе открыть firefox да эта кнопка очень чувствительная в углу интересно можно ли понизить ее чувствительность в настройках где-то так вот у нас firefox ik canvas blocker пресса да прекрасно что уже установлены блокировщики рекламы просто великолепно dark reader мой любимый по умолчанию стоит я всегда устанавливаю you block origins стоит уже я его всегда установлю canvas blocker честно говоря не знаю что как clear urls аддон прекрасно просто великолепно практически все что нужно может еще один или два аддона нужно добавить firefox но в целом очень круто так ага вот так вот можно перетаскивать окна кнопкой мета на клавиатуре за любое место и этой же кнопкой можно окна ресайзить что достаточно удобно позволяет это делать достаточно быстро о если нажать на мета то выйдут рабочие столы и ой как с чудесно замечательно 9 рабочих слов то что надо количество в общем ребята просто я восторге честно говоря я знал что дистрибутив нормальный но что настолько все удобно преднастроена единственное он достаточно требовательных железу не ставьте на виртуалке он требует установки именно на реальное железо и желательно выделить весь раздел под систему там даже на официальном сайте garuda написано что не ставьте его в долбут в общем если вам нужно выделить под него отдельный накопитель который включаете выключаете по мере надобности а вот это немножко странно карусель работает я как бы вроде переключаюсь и она как бы переключается но почему-то не остается а если мы откроем еще одно окно и будем переключаться между тремя окнами так вот это окно впереди firefox впереди а теперь терминал почему-то не хочет вперед выходить ладно будем разбираться чё за прикол но сам факт что что я хотел сделать я хотел вам показать процесс установки допустим браузера brave да system updated press enter to continue start the post installation wizard yes вообще есть азиатские шрифты мне не нужны хочу ли я принтер сканер да я хочу то что этот комп у меня будет скорее всего с принтером дополнительные обои поставить да поставь так гном фирм вар пусть будет а помочь ланчер да однозначно помог да как топи да не знаю что это можно по приколу кэш поставить gnome software но это разные центры управления софтом ампликаешь можно конечно по приколу их все поставить потому что все равно места достаточно много давайте посмотрим не будет ли проблема если мы поставим все вот это так ядро я бум вот это использовал ядро и ну for it or higher cpu корка мне давайте вот это попробуем вставить окей офис ютс о прекрасно так значит я хочу либо office fresh recommended full featured офис ют и я хочу еще гнумерик и обе ворд маленькие легкие редакторы они места вообще не занимают так из браузера что я хочу либо рвов фарфокс а он же уже стоит вроде нужно обновиться может хоровый вообще на самом деле все браузеры хочу поэтому давайте вот так вот все отметим файл конце ну и тут не все на тут нет а вот чтоб опера есть а тут нету брейв брейв тоже есть так чуть-чуть вот нет ладно продолжим thunderbird до нужен остальное в принципе не нужны почтовики кроме thunderbird больше никакие telegram пожалуйста дискорд не хочу он все равно на этом так вар сигнал джитси прогаде ну можно поставить джитси слаг мамбл твич не ничего этого не надо download manager extreme знак сочетать попробуем fdm делюк так кубе торрент обязательно очень важный момент ремину можно поставить файл зилу до желательно джейдон лодор хорошая штуковина качает youtube чеки качает из файловменников пусть будет так аудиософт какой я хочу так строго я не знаю что такое лолипоп audacity по-любому ardor ну не знаю на буду ли на этом компе делать миксы ну можно в принципе поставить вот микс rose garden битвик ну битвик хорошая штука но она такая надо по идее купить лицензию по-хорошему ладно пусть будет sm player по-любому когда он лиф я делаю видосы а шутка от нет это мне эти мне редакторы не подходят оба с к однозначно sm player will see да 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 так баком player ну это кстати интересно по моему я даже этот player когда-то тестировал так а могу ли я это окно ресайзе да могу прекрасно color paint так это всякие редакторы графические гимпы крита по-любому inkscape и blender по-любому остальное если нужно будет может доставить я думаю dark table нужно тоже обязательно ну и все вот так вот пять редакторов достаточно сейчас посмотрим довольно много софта как видите поскольку это будет занимать после установки если меня конечно сейчас становится видео придется склейку делать так это что у нас мультимедиа софтвор я даже не знаю тут и хендбрейк вот знаю хорошую штуковину нужно до соунду господи столько даже не знаю софта и блин я реально дофига что не знаю вот это софт для записи дисков хороший но у меня сейчас привод не стоит в компе поэтому не будем это делать у меня ноутбуки пишут если что диски так это всякие игры до мелкие ну может по приколу какую-нибудь одну поставить за supertux карт поставить банально можно конечно майн-тест в майн-тест нормальная тема о 0 идите волосы на ооо блин вот этот ну придется что хорошие игры что поделать я их все равно бы поставил в какой-то момент скорее всего так всякие среды для программирования гитхаб дисковка какая глупость атом да нужен докер нужен по-любому ну и подман можно в принципе да я даже не знаю пусть пока без подмана потом посмотрим так virtual box да ну и все virtual box из виртуальных машин больше ничего не нужно так эмуляция android а ты мне предлагаешь эмуляцию android даже обеспечить ну так чисто а это мир ртул для андроида можно пользоваться телефоном с компа классная штуковина droid cam кстати полезная передавать звук на комп и узал это софт хороший конки ну можно конки потом еще настраивать но в принципе да пусть будет конки стоит то настрою так теперь надо ввести пароль системный пароль ввел что ж ребятки стандартно просто enter enter нажму и так смотрите 5 гига закачки 12 гиг установки сколько займет я сейчас скажу так у меня сейчас включен кабель в комп но этот кабель идет к репитеру к мэш . и это мэш . общается с мэш . вверху и это мэш . подключена в модем в который интернет приходит под оксис то есть вы можете представить здесь минимум четыре узла у на в промежутках до собственно интернета внешнего да и честно говоря из-за вай-фая скорость падать сильно потому что в другой комнате у меня есть кабель ага по заголовку дабл клик не не разворачивает вот так тоже не разворачивать неудобно надо исправить так вы смотрите уже кажется загрузить а нет еще грузится да еще не этот я что-то загнул он еще бы долго грузить он грузит только 65 пакетов из 400 это было бы здорово это наверное если бы у меня сейчас был сюда кабель то он бы мог уже быть на половине где-то процесса но пока что нет ну в общем и что я рассказывал то на кабель достаточно стабильная хорошая скорость реально почти гигабит ну 950 мегабит где-то я видел скорость реально и ну 920 я даже достаточно часто вижу но это только на кабеле как только включается вайфай все скорость режется просто кардинально по что устройств много здесь конечно и беспроводных в том числе и скорость где-то падает до 100 200 мегабит вот так а 240 самый большой где-то 270 ну то есть в три раза короче говоря скорость падает и когда мышь сеть позволяет увеличить охват вайфай сети что очень здорово и классно когда вы выходите из дома и хотите отойти подальше от него чтобы вайфай все еще работал там сидите где-то в саду например да и хотите работать пользоваться вайфаем но в то же самое время из за того что мышь сеть добавляет хопы то есть естественно вы же не будете подводить в идеале да если вы каждой точке подведете кабель тогда это будет окей но вы так как мышь сети большинстве случаев деплоятся некорректно то есть как люди делают они просто покупают эту наш сети то есть несколько одинаковых устройств они ставят одно устройство к модему подключают кабелем а остальные устройства разбрасывают подобно соответственно между собой эти устройства общаются по вайфаю и соответственно если вы например находитесь в дальнем конце сада и между вами например один хоп то есть вы должны подключиться к одной точке которая подключается к другой точке которая уже подключена к модему то можете представить насколько увеличиваются задержки то есть да если вы качаете там какой-то большой контент вам не сильно критичны задержки то это не как бы не супер важно но если вы например стримите если вы например, поете в онлайне через Jamalus еще что-то делаете такое подобное, что требует низких задержек или, например, хотите играть в очень какой-то компетитив шутер типа CSGO или что-то подобное, то для вас такая задержка через Wi-Fi, через Mesh-сеть, она сыграет злую шутку, ребятки. В этом случае я могу сказать, что Mesh-сеть это даже хуже, чем просто модем один мощный модем, который будет сразу бить и покрывать весь ваш участок. Поэтому везде, где я могу, я всегда провожу кабель, чего и вам советую всегда обязательно проводите кабель везде, где можете и используйте Wi-Fi только в тех случаях, когда это необходимо. Плюс Wi-Fi это менее безопасно, плюс Wi-Fi это все ваши MAC-адреса всех ваших устройств в сети, которые по Wi-Fi подключены, будут видны для всех и так далее, и так далее. Какое количество проблем это влечет с возможностью вас отследить, я уже даже не буду рассказывать. Об этом есть множество видео на YouTube. Если вы хотите посмотреть, можете глянуть, просто написать tracking people with Wi-Fi или посмотреть видео от WiggleNet, сервиса, который собирает данные с Wi-Fi точек, или посмотреть, какие данные собирает Google, об этом тоже есть статьи и всякое такое. Так, а как там еще раз мы вызывали рабочие столы? Вот так вот. Прекрасно, прекрасно. Единственное, что я не понимаю, почему карусель поломана, то есть она непонятно, она поломана или нет. Но вроде бы как бы не поломана, но поломана. Не знаю. Вот сейчас вот так. Вот это будет проверка. Вот это у нас впереди. Это, да. То есть она в принципе не поломана, она просто как-то очень странно анимируем. Ванна. О! Меню. Вот классно, что все как бы окна, они на самом деле не ограничены. То есть вот даже если окно разработчики сделать под вот этот размер, но я все равно могу, если хочу, взять его, сделать большим. Вот хочу я на весь экран. Вот мне надо так пальцем ткнуть, да, на какую-то кнопку. Я его сделаю на весь экран. Я его возьму, если у меня экран маленький, я его там сожму, да, там какие-то тексты начнут пропадать. Но вот это минимальный размер. Ладно, меньше я не могу взять его. Есть какие-то ограничения все-таки. Но все равно очень здорово. Вот, блин, классный интерфейс на самом деле требует, на мой взгляд, требует пару твиков, всего лишь пару твиков. А это, ребятки, с тем количеством твиков, даже в Linux, который я делаю после установки, это супермало. То есть обычно после установки Mojar я делаю где-то 20-30 твиков, да. Здесь я буду делать 2-3, может, 4-5 твиков. То есть я что-то буду менять. 4-5 настройок. То есть это у меня займет там полчаса, может быть, с учетом того, что у меня придется найти какие-то настройки чуть-чуть по-другому, чем обычно. Какие-то я знаю где, какие-то я не знаю где. То есть придется сводить немножко новый интерфейс. Но тем не менее, это не должно занять супермного. Следующий вопрос, который меня терзает. Могу ли я сделать это меню побольше? Вот нет, похоже, что нет. Вот это косяк. То есть вот мне хочется его растянуть, и чтобы вот я видел сразу все приложения. Да, так мне надо искать, получается. И плюс вот немножко не влазит название. Это тоже хотелось бы, чтобы они влазили и были мельче, или переносились бы на следующую строку. Им как-то... В общем, меню не очень нравится. Все остальное в основном пока нравится. Немножко не нравится карусель, но ее можно выключить. А вообще, пока мы ставим пакеты, что вот я вас тут забалтываю. Сейчас вот давайте посмотрим, как там процесс. 200 пакетов из 400. Еще будет какое-то время это происходить. Давайте вот сейчас попробуем вместе взять и переключить карусель. Сделать, чтобы не карусель была, а вот эта анимация, да, какая-нибудь другая. Я, честно, не знаю. Я забыл уже, как она называется. Тут написано Wayfire Config Manager, но по факту можете считать, что это Compis Config Manager. Если вы пользуетесь Linux Ranch, то вам будет знакомо. Так, многие плагины здесь уже включены по дефолту. Нам нужен какой плагин? Нам нужен плагин карусели, который переключает окна по Alt Tab. А, кстати, по WinTable. Кстати, по WinTable не стоит переключение. По умолчанию. Так, что же это у нас? Fast Switcher. Возможно, это вот это. Смотрим-ка. Key Escape, Alt Shift, Key Escape. Next View, Escape. Очень интересно. Не, это кажется не то. Это кажется не то, что нам нужно. Назад. SampleTileGrid, Switcher. Вот это, наверное, Switcher. Да? Key Tab. А, Alt Key Tab, Alt Shift Key Tab. Окей, да, это оно. Что будет, если я, допустим, этот плагин выключу? Вот я его тут выключаю. Так, Alt Tab просто перестает работать. Да, логично. Могу ли я теперь вместо этого свитчера... А, стоп. Наверное, я его могу включить. А вот эффект этого свитчера меняется не здесь. Видимо, да? Я просто уже не помню. Это так было давно, когда я пользовался компизом в последний раз. Хотя я, честно говоря, очень часто раньше им пользовался. И я нахожу это очень интуитивный, удобный интерфейс. Кстати, кубик... А, как он... Он, наверное, с вот этим, да? Вот так вот. Нет, почему? Это же не кубик. Это же просто мой... Странно. Кубик включен. Alt, Ctrl, Bottom, Left. Alt, Ctrl, Bottom, Left. Key Left, Key Right. А, Super Key Left. О, вот он кубик. Окей. То есть можно рабочие столы переключать к кубиком. Но это не кубик. Это как бы 2D-шная какая-то крутилка, да? Или кубик все-таки. Может и кубик, кстати. Да. Я помню еще мышкой делал, что этот кубик можно вращать. Это довольно прикольно было. Я думаю, что здесь это все можно тоже включить. Наверное, просто повспоминать. Ладно. Я сейчас хотел не то сделать. Я хотел сейчас одну единственную вещь. Это Alt, Tab, убрать карусель вот этого. По Alt, Tab, который мне не нравится. Анимейшн. 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 Блюр. Виндор. Ротейт. Декорейшн. Фишайки. Вотер. Вобли. Давайте посмотрим. Анимейшн. Это при открытии окна. Я так понимаю, анимации. Да, тут Fire. А, тут, кстати, можно сделать другие всякие эффекты. Open Animation. Давайте откроем вот теперь. Zoom. Ага. Вот так вот прикольненько. А сгорать будет вот так вот. Fade. Ладно. Пока ставим Fire. Это не то, что я искал. Так. А как там у нас дела обстоят вот на этом рабочем столе? 400. А, ну почти все. Осталось две. Вот очень классно, что в последней версии Pac-Mana тоже сделали параллельную загрузку. То есть очень быстро грузится. Вот 7 мегабайт, мебибайт, да, 7 мебибайт в секунду. 3 мебибайт, это 4, 3, то есть где-то 15, что-то такое, 15 мебибайт в секунду. Ну, то есть где-то 17-18 мегабайт в секунду. То есть умножайте это на 8, там 100, грубо говоря, мегабит. Вот, то есть, да. В общем, и нет у меня печальный. Должен быть быстрый, по факту печальный. Ну вот, получается, я не могу найти, где вот мне выключить вот эту переключалку, да, и сделать другую, чтобы она не была... А, стоп. Секундочку. Duration 500. Так я могу просто сейчас тут уменьшить duration. Я могу сделать у duration, например, 100. Сейчас я включу намлок. 100, допустим. Ну, это уже, как бы, ну, немножко странный эффект, конечно, но с другой стороны можно вот так вот переключить. Посмотрел, правильное окно или нет, правильное выбрал, правильное выбрал. Да, в принципе, со 100 это более-менее приемлемо. Все, можно так оставить. Fast feature как вызывается? Еще раз. Alt escape. А, окей, alt escape, короче, туда-сюда тоже можно переключать окна. То есть оно как бы менее назойливо, да? Alt escape. Интересно, интересно. Такая прикольная штука тоже. В общем, надо весь этот window manager stuff будет пройти по всем этим пунктам и обязательно их настроить. Я бы хотел кубик, чтобы мышкой таскался. Я так раньше-то строил, сто лет назад не видел уже. Сто лет уже не видел эту штуку. Блин, вот это зачем так медленно? Ну, вот этот, блин, это кажется, эта фишка похожа, что не компизовская. А может и компизовская. Вик его знает. Вот ее точно надо ускорить. Вот прям, это прям важный момент. Если он настраивается не через компиз, то, возможно, он настраивается через гарудовский меню, потому что это, вот это вейфайр, да? То есть меню это как бы типа новая дополнительная. То есть дополнительно они сделали, по сути, вот это меню и нижнюю панель, да? Все остальное это компизовские стандартные штуки. Хотя, не знаю, может, меню и панель тоже компизовские стандартные штуки. Просто их нужно было включать в компизе тогда. Так, как же мне настроить док или панель? Это, наверное, панель, потому что док. Так, меню... О, здесь, наверное, и скорость сейчас будет. Минимал. Так. Panel position bottom. То есть это все-таки не та панель. А док position bottom. Странно. Background dog panel. Давайте попробуем вместо 300 вот duration, да? Сделаем... А, это auto height duration. Launcher's clock battery network menu. Men-you. Men-you logout. А, окей, не то. Use fuzzy searching menu. Volume. Volume display timeout. Так, как дела в нашем процессе? Вот тут. На этом рабочем столе. Так, у нас сейчас проверка целостности пакетов. Давайте я сделаю нормально окно. Блин, привычка все-таки дабл кликать на заголовок, конечно. Мне кажется, или терминал не влазит. Но это, кстати, возможно, автокалибровка монитора виновата. Но как-то странно. Почему он... Почему он за пределы... Да, там буквально пара пикселей, но она за пределами, короче, то странный момент какой-то тоже. Но у нас есть вот здесь настройки дисплеев. Так. И мы можем здесь... Короче, что мы можем здесь? Мы можем... Можем ли мы тут позицию? Да, мы можем здесь позицию, кстати, изменять. Physical Size, DPI Scale. Такие, кстати, достаточно подробные настройки, я вам скажу. А что вот это 10%? Zoom Reset. А-а-а. Очень интересно. А, то есть это превьюха. Превьюха экрана прям вживую. О, прикольно, да, прикольно. Сразу видите, что происходит. Так, но я что хотел, собственно? Я хотел немножко позицию сдвинуть вправо, что ли, получается. Ну, тут почему-то Apply надо нажимать. Так, и теперь, допустим, если я на весь экран-то разверну, оно не влазит. Я сделал 10 Position, да? Если я сделаю, например, позицию, ну, пусть будет 50, допустим. То есть... 50. Применить. Не, это, короче, двигает относительно второго дисплея, а второго дисплея просто нет. Поэтому ничего не происходит. Соответственно, это бесполезно дергать. То есть тут надо смотреть любые настройки. Да, наверное, настройки вот этого вот компиза перевеленного в Wayfire, да, как они тут его называют. Так, я смотрю, что у нас модуль ядра обновляются. Да, сейчас полчаса, получается, прошло. Из этого времени где-то 25 минут на настройках системы ушло, да? Но сейчас будет установлена просто гора софта, как вы понимаете. В принципе, останется мне из-за твиков, которые я сделал, только поменять вот это меню и выключить вот это... Точнее, не выключить ее, а ускорить эту анимацию. Вот и, в принципе, и все. В остальном буду пробовать так пользоваться. На экран, на клавиатура. А, давайте зайдем, кстати, в Garuda Welcome. Посмотрим, может быть, здесь в Settings Manager можно... Тут не сильно много чего. В принципе, такое же меню, как в Манджаре. Стройки локалей, языки, пользовательский аккаунт. В общем, мне это-то не то. Garuda Gamer, установка стима, всяких таких штук. Настройка сети, настройка загрузки. Что за Quick Access? Давайте посмотрим. Не знаю, что за Quick Access. Вы знаете, что за Quick Access? О, а что, я могу одновременно устанавливать сюда и сюда? Что-то? Press Enter to Finish. А, ну это уже закончилось. Удалить ассистент установки? Да, на самом деле, не удаляй. Вдруг я захочу пройти еще раз через Master. Я так понимаю, что можно в любой момент запустить. Так, какой как-то установил, и вот он уже запустился. А, окей, это быстрый доступ к скриншоту, микрофону. Типа, можно настроить, короче, какие-то елочки для быстрого доступа. Окей, замечательно. Очистка системы. Здорово. Так, вот я сейчас установил свежее ядро. Давайте попробуем перезагрузиться и посмотрим. Уже будем завершать видео. Достаточно длинное получилось, для меня чем планировал. Посмотрим, сколько система загружается. Запустим какую-нибудь пробу из установленного списка. И на этом закончим видео. Вот вы слышали пост. Вот, в общем, я на самом деле пользовался уже Гарудой только с XFCE. На своем ноуте я был очень доволен. Но все время у меня как бы было смежное чувство, что все как-то даже слишком хорошо. Или все хорошо. Или даже слишком много всего. В общем, оптимально, не оптимально. Вот все время были такие мысли. И как бы я дистрохопил чуть-чуть с манджаркой. Вот, но вот после того, как я посмотрел на вот эту вещь. И это, кстати, я замечу, что это лишь один, одна опция из... О, Konki запустился сразу автоматически с шаблончиком. Ну, конечно, штатный шаблончик Konki. Он даже запустен почему-то в окне, а не... Он должен пойти поверх обоев быть. Сейчас мы посмотрим, когда обои прогрузятся. Так, этот диалог на старт не надо показывать. Я его закрою. Посмотрим, будет ли Konki без вот этих рамок. Нет, он все равно с рамками. И это надо настраивать в настройках Konki. Но вообще это я как бы больше по приколу поставил. Скорее всего, не буду его юстить. Все равно настольник у меня в фоне работает. Так, вот это меню, конечно, меня не радует совершенно. И вот это. Честно говоря, меня оба меню здесь не радуют. Наверное, самые большие претензии к системе. Ну, ладно. Давайте запустим... Это эти меню. Давайте запустим вот 0ID. Давай, грулю. Отлично. Груля работает. Груля поставил. Давайте запустим что-нибудь потяжелее. Давайте выйдем из игрули. И запустим, например, Blender. Сейчас запущу Blender. Наверное, надо писать Blender. Ага, вот тоже косяк. Вот пишешь Blender, жмешь Enter. Он как бы автоматом не выбран. Окей, Blender. Blender запустился. Ну, в общем, он работает. General. Вот, пожалуйста, кубик стандартный. Окей. В общем, софт работает. Софт поставился. В общем-то, все окей. Нужно разобраться только с меню. Ага, это звук. Календарик. При нажатии на это ничего не происходит. А это что? Автоматическое обновление. Окей. В общем, немножко непривычно, но в целом пойдет. Прогу терминала со стороны заголовка. В общем, да, меню не нравится оба. Системных меню не нравится. И что еще не нравится? И не нравится, что по дефолту нельзя кликать на заголовки. Немножко перебор с анимациями, наверное. Но это как бы там 3-4 фейла и 50 плюсов. Особенно плюс то, что, ребятки, Firefox по умолчанию, с Adblock, со всеми нужными плагинами, с Dark Reader, что вам не будет мозолить глаза ночью, как вот сейчас я сижу ночью за компом. И он, даже если я свет выключу, да, будет все окей. Вот Google, пожалуйста, все прекрасно, очень классно. Все черное, замечательно, просто великое. В общем, очень доволен. Всего лишь требуется где-то 5 твиков системы. Попробуйте, ребятки, Garuda. Вот давайте я вам покажу официальный сайт, чтобы вы могли. Garuda.linux.org Вот вы заходите, нажимаете Download и выбираете, пожалуйста. Здесь обязательно читайте Installation Procedure, потому что здесь есть нюансы. Например, здесь сказано, что SATA контроллер в режиме AXI. Эта система очень сильно оптимизирована под достаточно мощное железо. Поэтому если у вас достаточно мощное железо, эта система будет очень хорошо работать. Она использует много оперативки. То есть здесь специально это как плюс, именно описано разработчиками, что они считают, что оперативку, которую вы не используете, она как бы тратится впустую. Поэтому, типа, система использует максимум оперативки, чтобы получать максимальную отзывчивость. Ну вот после загрузки, да, запуска блендера, там, пары приложений Firefox'а, вот у меня, в принципе, не могу сильно жаловаться, да, у меня занято 2 гига. Но она их не торопится освобождать, да. Давайте закроем Firefox, например. И посмотрим, освободит. Ну да, кстати, 400 мегабайт освободилось. И сейчас вот запустим его обратно. И он, да, по умолчанию запоминает вкладки, что тоже за что спасибо, что в Firefox'е по умолчанию это выключено. В общем, вот это прочитайте и потом прокручиваете вот сюда. И здесь есть Garuda KDE. Очень симпатично выглядит версия. Честно говоря, не пробовал, хочу попробовать, но пока не пробовал. Есть, пожалуйста, релиз KDE Black Arch. То есть сразу проги предустановлены, как в Black Arch. Очень здорово. KDE с играми предустановленными. Вот это вот. А, это стандартный KDE Dragon Eyes. Окей. Garuda XFCE, пожалуйста, с крысой. Вот эту штуку я на ноутбуке использовал достаточно долго. Garuda Linux Gnome. Любите Gnome, пожалуйста, ставьте. Причем хотите с торрента, хотите централизованно качайте. Вот с Source Forge, да, там с FOSS Host еще. Garuda LXQT Queen. Пожалуйста, LXQT. Нравится. Тут добавили панельку. Две панельки, перебор, по-моему, но тем не менее. Вот, пожалуйста. Гарuda Wayfire. Вот это то, что мы сейчас тестим. То есть, ага, у них тут, кстати, панель прозрачная внизу. У меня она почему-то не прозрачная. Да, кстати, правого клика нет. Надо это включить, видимо, в настройках Компиза тоже. Окей. Garuda Qtile. Не пробовал. Не знаю, надо попробовать. BSPVM. То же самое. Не пробовал, надо попробовать. Наверное, для слабых машин может быть. Ну, окей, эта система в принципе не для слабых машин, но для более слабых. Garuda i3VM. Если вы любите тайловые менеджеры, пожалуйста, еще один вариант для вас. Garuda Sway. Очень интересно попробовать. Не знаю, что за Sway. Advanced Users. Окей, это просто bare bones. Так, ну вот, ребятки, я думал, что у меня закончится время записи файла. А у меня не закончилось время записи файла. У меня просто закончилось место на телефоне. Поэтому придется сделать склеечку. Ну, в общем, bare bones для тех, кто ставит арч, для тех, кто хочет только базовые софты, что-то самодифицировать. Пожалуйста, bare bones версия с KDE, bare bones версия с Gnome. Очень интересно. Это не такой уж bare bones версии. Ну, да ладно. Базовая, в общем, установка KDE и Gnome. В общем, вот, смотрите, какое количество опций для вас. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, один, тринадцать, тринадцать. Тринадцать опций. Потрясающе. Очень классный дистрибутив. Ребята, большие молодцы. Нужно немножечко еще тонкие настройки подизменять, поднастроить. Но в целом, как бы, очень круто. При том, что дистрибутив молодой и он уже в топе DistraWatch. По-моему, давайте глянем. New Tab Exchange замечательное. DistraWatch. А это у меня плагин поставился Который делает красивые заставочки Вот она Гаруда Смотрите, дистрибутив очень новый Буквально ему там пара лет Меньше даже, может, точно не помню Ну вот, смотрите, он На десятом месте Я думал, что у меня опять записи становилось На десятом месте В общем, на этом будем завершать Такой замечательный экскурс На мой взгляд, дистрибутив очень достойный Обязательно к испытанию Особенно, если у вас мощное железо Хороший настольный комп Или средний, скажем так, настольный комп То попробуйте Мне нравится, я буду тестировать Еще его, он даже погоду автоматически подхватил Думаю, что я потестирую Возможно, остановлюсь на этой оболочке Возможно, остановлюсь что-то другое Но, тем не менее, очень здорово, очень классно Доволен и рекомендую вам, ребятки, попробовать Встретимся в следующих видео Надеюсь, вам было полезно и интересно Можете, конечно, ставить лайки Отправлять это видео Хоть оно и не идеальное, но будет лучше Друзьям, знакомым, коллегам И, в общем, попробуйте Горуду Всем пока!